Итак, начинаем нашу прогулку по задворкам Ярославля с улицы Кирова. Еще ее называют Ярославский Арбат. Это место притяжения не только коренных жителей столицы Золотого Кольца, но и, безусловно, могут здесь найти себе развлечения и туристы. Огромное количество кафешек и развлекательных заведений. Сейчас посмотрим, что же скрывают подворотни улицы Кирова. Ну что ж, выходишь из арки и получаешь настоящий урбанистический кайф. Облупленные и промокающие фасады, увешанные кондиционерами и настоящие паутины из черных проводов. Но больше всего умиляют вот эти деревья, которые растут из стен и водосточных труб. Итак, центр города, улица Пушкина, скорее не туристическая, а все больше историческая. Повсюду памятники архитектуры, и мы видим, что они выглядят более-менее прилично. На фасадах вот такая пестрая красота, и здесь регулярно закрашивают граффити. Но не знал наш великий русский поэт о том, что во дворе одного из домов по улице с его фамилией расположился настоящий терем с красивой лепниной. Правда, так было несколько десятилетий назад. Теперь это здание больше похоже на землянку, где жили старик со старухой в сказке о рыбаке и рыбке. А еще у этого жуткого здания есть и оборотная сторона, более красочная. Посмотрите, настоящее раздолье для уличных художников. Чистый холст, закрашивай и рисуй вновь. А вообще здесь очень много свободного места. А вообще этот двор богат на архитектурные достопримечательности, пережитки советского прошлого. Рядом с дорогими иномарками сейчас красуются покосившиеся деревянные бытовки. К слову, сейчас их уже никто не использует по назначению, а превратили в помойку. Но это уже улица Первомайская, слева торговые ряды, а здесь остановка. Не нужно далеко заходить в подворотню, чтобы увидеть местную достопримечательность. Раньше здесь была очень популярная рюмошная. Сейчас о ней напоминает лишь кафель на полу. Можно увидеть здесь и основание от унитаза, а еще подвезенные коммуникации. Правда, воду уже перекрыли. Ну а любители пенного по-прежнему продолжают идти сюда, как по наитию, и заходят в соседний пивор. Здравствуйте. Отдыхаете? Здесь часто гуляете? А что у вас там спрятано? Пиво? Или лимонад? Квас. Квас. Оказывается, гуляет по заброшенным и грязным дворам Ярославля и мэр города Владимир Волков. Сейчас подойдем к нему и узнаем, нравится ли ему оборотная сторона столицы Золотого кольца, и, может быть, есть идеи по ее преображению. Держится в соплях, мягко говоря. Поэтому все это нужно демонтировать, менять. Ну и мусор тоже. Смотрите, с мусором здесь тоже нужно что-то делать. Площадка должна быть огорожена, площадка должна быть соответствующим всем нормам и требованиям, желательно с козырьком. Мы сделаем в начале проект, небольшую предпроектную работу. Покажем то, что можно здесь сделать и силами, и средствами именно внебюджетными. Мы привлекать будем обязательно предпринимателей бизнеса общества. Мы обязательно привлечем. У нас огромное количество молодежи в летний период как раз-таки работает. Это яротряд. Работа такая будет проводиться абсолютно по всему городу. Чем больше будет инициативы также от жителей, от предпринимателей, мы будем только приветствовать. И под финал посмотрите, какое старое заброшенное здание. Окна давно заколочены толстыми досками. А это ведь улица Максимова, самый центр города. Поворачиваем в подворотню и не верим своим глазам. От нас скрыты огромные пустующие площади. Это сложно назвать заброшенными домами или какими-то хранилищами. Это просто больше похоже на катакомбы. Оказывается, здесь есть прямой выход в корпус Удемидовского университета и даже на Советскую площадь. Ну что ж, как и обещали, через несколько сотен метров оказываемся мы прямиком у сквера на улице Андропова. Посмотрите, тут сразу же туристы. Как обещают мэрии Ярославля, подобные арт-пространства, скрытые от посторонних глаз, уже в скором будущем и вовсе пропадут. Поэтому пока у вас есть уникальная возможность гулять по Ярославлю и делать интересные снимки. Светлана Доброхотова, Сергей Мазилов, День событий.